В Гомеле весть о воскресении Христовом услышали не только те, кто пришел в храм на службу, но еще многие-многие граждане. На Пасху по городу ездит звонница, которая оповещает колокольными переливами о празднике, при этом всем желающим раздается благодатный огонь. Главное пасхальное богослужение в Гомеле проходило в соборе первоверховных апостолов Петра и Павла. Здесь службу возглавил епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Собралось множество народа, чтобы всем вместе встретить радость Пасхи. Петропавловский храм старинный, он был построен еще в начале XIX века. И встречая воскресение Христово в нем, лучше чувствуешь значение праздника, которому живут православные христиане вот уже два тысячелетия. Приходят сюда тысячи людей, чтобы умолить Бога не только помочь им в земных нуждах, но главное – достичь Царства Небесного. В Пасху обычный покаянный настрой сменяется всеобщей радостью и ликованием. Особое событие для жителей Гомеля – встреча благодатного огня. Эту святыню возят по всему городу, объезжают около 15 храмов, где люди могут зажечь свою свечку огнем, сошедшим на святой земле. При этом город оглашается колокольным звоном, который призывает людей в храмы. Благодатный огонь символизирует веру и воскрешение Христа. Что для вас благодатный огонь? Ну это что-то необычное, мы его ждем, уже не первый раз за ним приезжаем. Ну конечно, нету таких, как в первые минуты, ощущений в Иерусалиме. Это у каждого мечта православного человека – побывать и ощутить его на себе. Но все равно это что-то благодатное, необычное.